Уважаемые наши молодые и талантливые ребята, вот Игорь Владимирович сказал, что есть две категории. Я сначала был в первой категории, много перемещался по стране. Я тоже искал, где лучше. И вот нашел здесь, на территории нашей Кировской области, тех людей, которые действительно стремятся сделать все, чтобы здесь было лучше. Вот у нас уже второй раз стартует школа помощника депутата. Это проект партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии». Но это не значит, что в этой школе не могут обучаться и остальные юноши. И мы здесь не ставим задачу учить классовой борьбе. Мы здесь ставим задачу научить управлять государством и участвовать в политической работе страны. Это не значит, что нужно кого-то выводить на митинги. Это значит, что если есть проблема, давайте садиться за стол переговоров и решать эту проблему. Это значит, что мы с вами должны научиться и уже завтра вы будете кандидатами в депутаты, а потом станете депутатами и будете управлять. То есть вот сегодняшняя ваша учеба, она будет проходить, и мы здесь будем привлекать и все наши высшеучебные заведения, преподаватели для того, чтобы дать основу тех знаний, которые вам потом пригодятся в вашей дальнейшей деятельности. В деятельности или помощника депутата законодательного собрания. Сегодня у нас стартуют выборы в городскую думу. Многие из присутствующих уже готовятся участвовать в этих выборах. Но можно быть и помощником депутата действующего, или быть помощником кандидата, который пойдет на выборы. Для этого нужны знания. Знания и выборных наших законов, которые существуют на территории области. Как происходят выборы, что нужно сделать, какие документы подать для того, чтобы можно было участвовать в этих выборах. Поэтому вот эти все вопросы, они и будут рассматриваться на этих занятиях. Поэтому я всем желаю успехов. Мы надеемся на вас, что вы станете нашими помощниками. И мы будем опираться на вас. Так что удачи вам, ребята. Спасибо, Владимир Руслевич.